Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим об одном из сервисов Google, входящих в линейку Google News Lab. Сама лаборатория новостей, как заявляет Google, создана в сотрудничестве с журналистами и предпринимателями и ставит своей целью создание медиа нового образца. То есть в первую очередь эти инструменты адресованы журналистам, ну и вообще всем, кто создает любые медийные продукты. Но и в рассмотренном нами сегодня примере и в других сервисах, которые, я надеюсь, мы рассмотрим впоследствии, явно есть потенциал для использования не только журналистами. Что касается самой лаборатории, тут есть, вы видите, Google Trends. Это такой сервис анализа того, что в тренде. Интересная вещь, надеюсь, поговорим еще об этом потом. Есть обучение, где собраны советы по использованию сервисов Google в медийных проектах. Тоже много всего и все интересное. Но обо всем я, естественно, не смогу рассказать, поэтому сегодня мы поговорим об одном из инструментов, который называется Google Public Data Explorer. Это инструмент, который дает доступ к статистике по совершенно различным направлениям. Я бы сказал по всем, но потом. Сейчас там много баз данных, но не все. Я надеюсь, количество их будет расти и со временем охватит все сферы жизни и смерти человека прямоходящего. Но хватит слов, давайте уже посмотрим, что это. Кстати, в News Lab я не нашел прямой ссылки на сервис и проще всего искать сервис через поисковик. Ну или забивайте в адресной строке google.com.publicdata. И вот мы попадаем на страницу, где собраны базы статистических данных по разным направлениям. На русском видите их не так много, всего шесть. Можно выбрать другой язык, например, английский. И тут уже видно явное многообразие, потому что у них все не так, как у нас. Они люди отсталые и им нужны всякие циферки. А что у нас? У нас, например, есть показатели мирового развития по данным Всемирного банка. За этой невзрачной ссылкой скрываются бездны всего. Идем. Здесь собраны показатели, по которым определяется развитие. Начинается с бедности. Но это не по значимости, а по алфавиту. Потом госсектор, здоровье. Видите, каждая вкладка содержит кучу критериев, по которым определяется понятие. Вернемся к бедности. Самая простая и понятная глубина бедности. Здесь можно выбрать регион. Но сначала нужно определить границу бедности 2 доллара в день на человек. Это получается 60 долларов в месяц. На мой взгляд нереально. Даже по сегодняшнему курсу это 4000 рублей. Я за квартиру плачу 6. Но посмотрим. Выбираем страны. Беларусь. Вау. Армения. Еще круче. Ну и так далее. О, Россия. Россия, кстати, ничего так. Ну и еще чего-нибудь повыбираем. Вот такие получаются кривые. Можно поменять представление. Например, гистограмма. Или карта. Можно выбрать шарики. Шарики смешные, не так страшно. Ведь разговор идет о бедности так-то. Тут есть бегунок, который меняет представление по годам. 88-й год. Туркменистан. 30% населения живут на 60 долларов в месяц. 92-й. 60% населения. Потом, слава богу, все начинает снижаться. Кто у нас тут? Узбекистан. Узбекистан перехватывает пальму первенства. Можно включить гистограмму. Это в данном случае нагляднее. Россия тут пляшет, слава богу, ближе к концу списка. Так, давайте посмотрим что-нибудь еще. Очистить. Экономическая политика. ВВП на душу населения. Тут, кстати, есть такая особенность. По крайней мере в Chrome. Нужно еще и обновить страницу. Вот. Кто у нас тут в передовиках? Люксембург. Ну, там население маленькое, понятно. Потом Норвегия. Швейцария, Дания, ну и так далее. Где Россия, вы видите. Но это на 2006 год. Вернемся назад. Тут, наверное, просто не было данных по ВВП еще. Примерно на 90-й год появляется большинство стран. Россия где-то в середине и начинает свое стремительное падение. И вот они, тучные нулевые. Сейчас их представляют как период благоденствия. Но ВВП это не меняется. Литва вот мечется туда-сюда, а мы плотно сидим на своем месте. Что есть еще? Тут есть небольшие настройки по каждому представлению и возможность расшарить. Есть ссылка, которую можно, например, отправить по почте и код, который через iFrame встраивает график на ваш сайт. Очень удобно. По-моему, отличная вещь и явно может пригодиться не только журналистам. Все, любите друг друга. Если изучаете какой-то предмет, используйте цифры. Они бездушные, но точные. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.